Жители 24-го дома по Петровско-Разумовскому проезду бьют тревогу. Прямо под их окнами, на том месте, где спокойно могла бы разместиться, скажем, отличная детская площадка, металлической сеткой огородили строительную площадку. Здесь планируют построить огромный 21-этажный офисно-торговый центр с трехэтажной подземной парковкой. Для сравнения скажем, что примерно такой же высоты, какой планирует быть офисный центр, а именно 80 метров, такую же высоту имеет Троицкая башня Московского Кремля с красной звездой на верхушке. Похоже, на этом месте намечается самая настоящая, откровенная точечная застройка, та самая, против которой так активно выступают столичные власти и которую, как они же уверяют, им удалось победить. Стройплощадка буквально вплотную приросла к дому. И когда я говорю вплотную, я ни капли не преувеличиваю. Мы можем сами с вами измерить это расстояние, здесь не нужно никакой специальной техники. Смотрите. Один, два, три, четыре, пять. Пять шагов. Учитывая, что длина моего шага составляет где-то 85-90 сантиметров, мы получаем общее расстояние от дома до стройплощадки примерно в 4,5 метра. Ну, ближе просто некуда. Правда, основная головная боль местных жителей даже не близость этой строительной площадки, а страх за собственную безопасность. Посмотрите, видите эту жирную трещину, которая проходит по внешней стене дома? Москвичи уверяют, в их квартирах таких трещин гораздо больше. Ну вот, я нажимаю, они туда уходят у меня. Вот видите, что творится-то? Вот. Это когда у вас случилось-то? Вот этот дом стали строить, вот эти дома. И там очень били чем-то. Вот сваи, когда забивают, у меня полы вот так ходили ходуном. Вот, смотрите, холодильник, вот видите? Вот, вот, видите? Да-да-да, пол уходит. Пол уходит у меня туда. Вот у меня здесь то же самое. Холодильник уже все подложила туда, в холодильник, потому что он и сейчас опять все равно туда уходит. Вот плинтус туда ушел уже. В общем, вот все. Ну, в комнату я вас не пущу, но там то же самое. Вот эта сторона у меня вся уходит. Видите? Я боюсь, если здесь будут долбать... Стройка вот эта, да? Стройка-то, да. То у вас вообще может... То у меня вообще туда он провалится. Объяснение этому простое. Пару лет назад через дорогу от этого дома уже прошла стройка. Тогда здесь появилась жилая высотка. И то самое строительство, плюс близость грунтовых вод, которые проходят в этом районе, и вызвали эти самые трещины и дыры в стенах. Вот жители и забеспокоились. Ведь когда начнется стройка здесь, которая пройдет куда ближе, чем та стройка через дорогу, их ветхая пятиэтажка может вообще уйти под землю. Ну и еще пара мелких деталей. Так, чтобы еще больше понять эту ситуацию. Посмотрите, этот двор такой маленький. Здесь вообще не предусмотрены пешеходные тротуары. Москвичам приходится остановиться на бордюры, чтобы пропускать проезжающие машины. Мусоровоз из-за своих объемных размеров просто не может въехать сюда. И дворникам каждое утро приходится тащить мусорные контейнеры, волочить их с жутким грохотом, а потом возвращать назад. Скорая помощь и пожарные тоже не могут разъехаться на этом крохотном пятачке. Что же будет, когда начнется стройка, и сюда поедут бетонномешалки и самосвалы? Этот маленький московский дворик ждет настоящий транспортный коллапс. В общем, я так понимаю, что у вас тут практически невозможно с коляской проехать, если идет какая-то машина. И вам приходится, наверное, чтобы в подъезд назад ехать. Да, но вот заезжать как-нибудь, поэтому легкая такая коляска. Как-нибудь поднимешь, ребенок уже... А зимой они еще больше коляск кидут, и снег еще по краям лежит. Снег, конечно, тяжело. Да, еще по краям снег вот так вот здесь напитает. Практически нереально. То есть вообще фактически негде с коляской тут находиться. Двор не предусматривает, так я понимаю, да? Нет, ни с этой, ни с другой стороны. Ну а вы обращались там где-нибудь в ДЭС там свой? Ну я, в принципе, не обращалась. Вот более у нас активисты обращались. Мне когда? Ну и напоследок скажу, что с другой стороны стройки, буквально в двух метрах от нее, проходят действующие железнодорожные пути. Каким образом здесь будут ходить поезда, когда появится торговый центр, остается загадкой. В общем, судя по внешним признакам, эта стройка просто не может быть законной. Но тем не менее, она имеет все необходимые согласования и от городских властей, и от архитекторов. Похоже, здесь намечается самое настоящее, узаконенное точечное строительство. И как уверяют эксперты, увы, оно далеко не единственное в Москве. У меня есть какие-то обращения, к сожалению, поток именно по Москве. Со строительством гаражей этих так называемых народных просто поток пошел под носом. По всей Москве это происходит. В градостроительном кодексе не совсем четко прописаны эти нормы, что является точкой, что не точкой. Там это вообще не прописано. Там говорится о том, что должно быть территориальное планирование, планы развития территории. И вот надо, в первую очередь, нужно посмотреть, да, вот в генплане это дело есть, есть. Значит, все тогда, если очень-очень тяжело отбивается назад. Была комиссия в правительстве Москвы по точечной застройке. Когда я в очередной раз написала очередное обращение в просьбу рассмотреть вопрос на предмет исключения точечной застройки, мне отписали, что действие этой комиссии прекращено. По какой причине вопрос остается открытым?